Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хиван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о сортовом разнообразии огурцов. Огурец является одним из наиболее распространенных и популярных овощей. Сортов гибридов огурца, ну вообще это все сорта, просто есть сорта линейного типа, которые воспроизводят себя сами, а есть сорта гибридного F1 типа, для воспроизводства семян которых необходимо, чтобы скрестилась папа и мама. И воспроизвести из сортов гибридного типа семена невозможно. Это нужны специальные родители для того, чтобы их воспроизвести. Так вот, этих сортов очень-очень много. И, конечно же, у каждого, буквально у каждого огородника имеется свое мнение относительно того, какие сорта являются наиболее предпочтительными. Но этот спор, ну может быть не спор, а обсуждение, что этот сорт лучше, а у меня этот, а я этот люблю, а это какой-то другой, вот, он бесконечный. И связано это, конечно же, с многообразием условий, в которых мы выращиваем растения, в том числе огурцы, а также с нашими предпочтениями. Прежде чем я буду рассказывать о тех сортах, которые нравятся именно мне, и почему они мне нравятся, ну и о каких-то еще других, которые тоже хороши, ну просто невозможно все посадить, их очень много, Я расскажу о группах сортов огурца, как правильно выбирать сорта. Ну, прежде всего, огурцы делятся на пчелоопыляемые и на партенокорпические. Партенокорпические иногда неправильно называют самоопыляемые. Нет, они не самоопыляемые. Им опыление не нужно вовсе. В отличие от пчелоопыляемых сортов, партенокорпические образуют огурчик без опыления. И, как следствие, такой огурчик не содержит внутри семян. Таким образом, таким сортам нет необходимости подсаживать сорта с преимущественно мужским типом цветения, ну какие-то стародавние, традиционные сорта, для того, чтобы всегда был источник пыльцы. Иногда пчелоопыляемые сорта дают плохое урожай, особенно в конце сезона, связано это в том числе с отсутствием достаточного количества мужских цветков. Нечем им опыляться. В таком случае есть способы простимулировать образование мужских цветков. И на канале про цветок у нас есть об этом информация. Что касается партенокорпических, они не самопыляемые, они самоплодные. То есть они дают плоды в любом случае. То у них таких заморочек нету. Они из каждой женской завязи при достаточном количестве питания дают огурчик. Поэтому, конечно, они не зависят от погоды, от лета пчел, от наличия мужских цветочков, от того, как пчелки эту пыльцу носят. И поэтому в смысле урожайности они являются более надежными. Но я никогда не высаживаю у себя в огороде сорта исключительно партенокорпического типа. Особенно в открытый грунт. В открытом грунте я предпочитаю выращивать исключительно сорта пчелопыляемой. Я скажу почему. Где-то, может быть, они уступают современным партенокорпическим гибридам в урожайности. Однако же, что касается их пищевой, диетической ценности, вкусовых качеств, аромата, хрусткости, конечно, здесь они дадут фору любому современному партенокорпическому сорту или гибриду. Почему для меня еще это важно? Дело в том, что нельзя относиться к еде очень утилитарно. Что она должна быть просто вкусной или просто набивать брюхо калориями. Все-таки она должна быть и полезной. И вот эти семки, которые внутри огурцов образуются, а уже семкастых огурцов ни в гипермаркете, ни на рынке вы не купите. Вы купите там только исключительно партенокарпики, то есть промышленные гибриды, дающие высокий урожай при очень интенсивной технологии. Семкастых вы не купите. А ведь семечки огурцов – это источник ценнейших для мужчин, для их репродуктивных функций, веществ, источник органического цинка, органически связанного цинка. И для женщин это очень важно, потому что цинк способствует усвоению. А витамина А без цинка в пище, витамин А в кишечнике усваиваться не будет, ретином не будет нормально усваиваться. А это все залог вашей красоты и сохранения молодости. Если у вас достаточное количество цинка, а огурцы как раз являются очень важным поставщиком цинка, будь то консервированные семками, будь то свежие, это очень-очень важно. И отдавая предпочтение только партенокарпикам, мы обедняем свою диету вот этим органически связанным цинком. И страдает репродуктивная мужская функция, страдает красота женская и так далее. Такие простые вещи, и не стоит их забывать ни в коем случае. Поэтому пчелоопыляемые гибриды у вас должны быть, или сорта традиционные в обязательном порядке, обтереть с грядочки огурчик, с семками, с кожурой, съесть его. Это, кроме того, что вкусно, еще и очень-очень полезно. Следующая группа, вернусь к партенокарпикам, что, конечно, пчелоопыляемые сорта не стоит высаживать в защищенном грунте. В защищенном грунте стоит высаживать преимущественно партенокарпики, потому что в теплице пчелы особенно не летят, их туда еще надо заманивать, и надо, чтобы там не было слишком жарко, и условия создавать, чтобы пчелки туда залетали. И, конечно, в защищенном грунте в теплицах будут успешны партенокарпики преимущественно. Ну, а в открытом грунте я все-таки отдаю предпочтение пчелоопыляемым гибридам, потому что забочусь о своем здоровье и здоровье моей семьи. Следующая такая, ну, можно сказать, классификация сортов огурца по характеру зеленца, ну, то есть вот этого плода. Есть сорта салатного типа, есть сорта засолочного типа, есть сорта корнишонного типа. Сорта салатного типа обладают тонкой кожурой, и, как правило, в засолке являются мягкими. Они содержат пониженное количество клетчатки, поэтому они легко жуются, приятны в салате, остаются такими, ну, не то чтобы мягкими, они, с одной стороны, достаточно хрусткие, но, с другой стороны, людям, особенно с ослабленной жевательной функцией, особенно в возрасте, вот эту толстую кожуру засолочных огурцов пережевывать не очень-то комфортно. И тонкая кожура, пониженное содержание клетчатки, повышенное содержание вкуса ароматических веществ, высокое содержание аскорбиновой кислоты делает эти огурчики прекрасным таким салатным овощем, и они, конечно, тоже обязательно должны быть у вас в ассортименте ваших сортов, которые вы высаживаете. Они не технологичны, они плохо транспортируются, они мало хранятся, но зато они самые-самые вкусные. Среди салатных огурцов преимущественно старорежимные сорта и гибриды и преимущественно открытого грунта пчелоопыляемого типа. Засолочные огурчики, как правило, применимы для бочковой или баночной засолки. Они обладают толстой кожурой, хорошо хранятся, дают мощный толстый зеленец, то есть все то, что мы ценим в квашеных огурцах. Это такой традиционный квашеный огурец из бочки. Благодаря толстой кожуре и высокому содержанию клетчатки этот огурчик не размягчается в процессе засолки, он не дрябнет, не раскисает при засолке и остается такой вот крепенький, вкусный. Его вкусно съесть с картошечкой, с сальцем, с чем угодно. Ну, все, что вы предпочитаете. Для чего вы предпочитаете такой огурчик. Конечно, его можно и в салате использовать, но придется срезать кожуру. Корнишонные огурчики. Это огурчики преимущественно для маринования. Корнишонные – это маленькие, небольшенькие огурчики, которые снимаются в любом случае до того, как начали образовываться семена. Они применяются для маринования, для приготовления такой специфической закуски с уксусом, как правило, с большим содержанием уксуса, с большим содержанием пряностей, ну, на любителя. Это что касается огурчиков по способу их потребления. Среди пчелоопыляемых гибридов и сортов имеются сорта традиционные, у которых в начале периода вегетации образуется большое количество мужских цветков, а потом много женских. А также есть сорта преимущественно женского типа цветения. При достаточных условиях опыления они дадут урожай практически такой же, как сорта портенокорпического типа. Ну, конечно же, их стоит выращивать преимущественно в открытом грунте. Но вы должны все время помнить, что если вы приобретаете сорта преимущественно женского типа цветения, то вам ни в коем случае нельзя высаживать только сорта преимущественно женского типа цветения. Для успеха, для большого урожая, вам обязательно необходимо выращивать также сорта старорежимные, традиционные, которые дадут вам в длительный период цветения и плодоношения огурца много, большое количество цветков мужского типа. Ну и, как я уже сказал в начале, их надо будет стимулировать к образованию мужских цветков еще и в конце сезона, если вы хотите продлить плодоношение. Прочие различия также касаются характера самого зеленца. Будет он крупно бугорчатый или мелко бугорчатый. Будет он шипый или бесшипый, с гладким таким зеленцом. Ну, как такие длинные огурцы, знаете, бывают. Такие тепличные советские еще были. Ну и сейчас они производятся длинные такие, гладкие. Без шипиков, без бугорков. Они могут быть с белыми полосками, они могут быть темно-зеленого цвета, без белых полосок. Они также могут быть вообще белого или желтого цвета, но это скорее из разряда экзотики. Сорта преимущественно мы больше любим. Черно-шипые, темно-зеленые, крупно бугорчатые огурчики. Пожалуй, они являются, ну, такими наиболее популярными. Впрочем, я всегда советую испытывать большое количество сортов. Пусть будет небольшое количество семян в пакетике, но собрать как можно больше разнообразия у себя на участке. Высаживать сорта различного типа, чтобы они дали вам надежный урожай. Что же, на этом я заканчиваю свой рассказ о принципах подбора сортов гибридов огурца. Как правильно выбрать, на что надо обращать внимание при выборе сортов и гибридов огурца. Ну, а в следующем выпуске я расскажу уже конкретно о тех сортах и гибридах, которые я люблю больше всего, а также о тех, которые вы можете выбрать и приобрести в магазине Процветок. До новых встреч!